Всем привет, я Вика и ты смотри шоу Академии порядочных парней. В этом выпуске мы раскроем одну из самых главных тайн русского рэпа. Чем же все-таки вдохновились нынешние исполнители? Откуда черпали свое вдохновение и на какой музыке они росли? Ставь лайк, если так же любишь рэп, да и вообще музыку в целом, как любим ее мы. И пиши в комментариях, какую музыку у исполнителей ты слушаешь. Возможно ваши вкусы совпадают с рэперами. Поехали! И начнем мы с Оксимирона, который начал увлекаться хип-хопом еще до Оксфорда, а именно после того, как переехал в Германию. Ранее Мирон слушал русский рок, так как данный жанр музыки любили его родители. И кстати, он до сих пор слушает «Аквариум» и «Гражданскую оборону». Еще слушал регги. В общем, после того, как понял, что Петя это не его, он услышал про рэп и сразу же начал делать свои первые треки, которые записал на свою кассету в 2000 году. Но на его творчество повлиял Эминем и многие рэперы из Германии. Самый свежий в школе фараон слушает разные жанры. В основном Глеб в молодости слушал американский рэп, особенно когда проживал в Штатах. Он рассказывал в одном из интервью, что когда он тусил с американцами, то в основном играл Айсап Рокки, который тогда набирал популярность. Также стоит отметить Радио Хэд. Новый продажер Дрейка Роя Вудса. Пионеров Стоун, Рока Кайз и Кит Кади. Вдохновлялся он Бонсом и остальными клауд-рэперами в начале своей карьеры. Драк Дилер и ненавистник всех русских рэперов Кизару в ранней возрасте слушал Буткэмп Клик, Хилту Скилту, Олджи Си, в общем классический нью-йоркский хип-хоп. Свои музыкальные вкусы он поменял после альбома от 3-6 Mafia. Тогда его стало переключать на южное звучание. Сейчас Олег Нечипаренко не скрывает, что вдохновляется западными рэперами, такими как 21 Savage, Smoke Perp и Playboy Cartier. Хитук, в свою очередь, миломан. Он слушал разную музыку – рок, хаус, рэп, транс, драман, бэйс. И ему всегда нравилась попса, особенно западная. Но русская попса его не устраивает, так как он считает, что у многих поп-артистов один и тот же продюсер, который делает однотипную музыку. Например, он вдохновлялся творчеством хай-фая и остальными похожими группами. День уходящий не вернуть, не торопись пройти снова в путь. Неосторожный, сделай лошадь, расскажи, просто скажи. Один из самых популярных участников лейбла «Газгольдерскриптонит» с 11 лет начал болеть рэпом. Он увлекался творчеством Deathslash. В этой стране ничего не менялось, голодные люди, сытая власть. Рэперами из Запада, такими как Эмини в Доктор Дре, Снук Дог и прочие. Уже в 15 лет начал писать свои первые биты. Никакого музыкального образования нет, но с такой замечательной музыкой, которую он делает сейчас, ему это и не требуется. В свое время переслушал многие направления – рок, джаз, фолк, даже разную этническую. Лучший рэпер за последние тысячу лет. По его мнению, фейс ранних лет начал интересоваться разной музыкой. Его увлекало творчество таких известных исполнителей, как Короли Шут. «Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Я очень много-много лет мечтаю только о леде». Земфира, Слепкнот и Рамштайн. «Хватит нам двоим с головою». «Хочешь в море с парусами?» «Хочешь музык новых самых?» «Хочешь я убью соседей, что мешают спать?» «Дай, дай, дай!» «Си, да, дай, дай, дай!» «Юр реаловерен, начо, дэвл!» «Дэвл!» «Дай!» «Но всё же решил Иван начать заниматься рэпом». На сегодняшний день фейс делает разную музыку. Где-то он может беситься, читая про бургеры, а где-то может под гитарку спеть песенку о любви. «Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге, гррррррррррра!» Она жрет мохуй, как будто это бургер Бургер, бургер На запястье, на груди На запястье, на груди На запястье, на груди Пожалуй, главный трэп Исполнитель Яникс интересовался музыкой еще ребенком Слушал рок, поп-панк, Грин Дэй Блинк 182 Даже когда-то играл в музыкальной группе Потом узнал о рэпе и увлекся Имбадуров слушал разные направления хип-хопа Как иностранный олдскул, так и русскую новую школу Он представлял себя исключительно музыкантом И знал, что может стать известным Одни из главных фаворитов, которые повлияли на его творчество Это Тайга и Кидынг Где я адаптировал звучание под себя Модник обладает, начал слушать рэп еще в начальной школе Когда возвращался с уроков на местном телеканале Аист Примерно в одно и то же время ставили клип The Real Slim Shady Первая кассета рэпа была тоже Eminem, The Marshall and The Slp Потом начал знакомиться с русским рэпом Каста была первой Заслушивал он ее почти до дыр Знал наизусть все тексты Что нам делать в Греции и остальные Потом был фанатом Константы Сидел за всем, что у них выходило Но мыслей самому писать, конечно, не было Видел много попыток людей сочинять рэп Безуспешных и массовому инстинкту следовать не хотел Но после одного диза по фану Он понял, что у него получается И решил продолжать и стал рэпером На этом все, дорогие подписята А вы кого слушали в детстве, напишите в комментарии Будет интересно почитать Если это видео соберет более 10 тысяч лайков То мы сделаем вторую часть И также пишите, о чьих вкусах вы хотели бы узнать По второй части этого видео С вами была Вика И не забудь подписаться на все наши социальные сети На наш канал, на канал в Телеграме На группу ВКонтакте И на мой Инстаграм Всех целую, пока Субтитры сделал DimaTorzok